Всем привет, ребята, это снова я, я рад, что вам понравился мой прошлый выпуск, так что вот и следующая часть. Сегодня речь пойдет об одной известной игре от не менее известной компании, Konami. Я думаю, вы все помните этих японцев, и так ведь. Кто-то знаком с ними по Battle City, кто-то по Country, а кто-то по Silent Hill, например я. Я им очень благодарен за эту франшизу, и в то же время хочется задать им вопрос. Куда вы делите им Silent, эй? Но речь сегодня идет о забавном платформере под названием Teeny Toon, или же правильно Tiny Toon, чтобы меня не загрели. Для начала стоит отметить, что Teeny Toon это некое ответвление для сериала Looney Tunes, где персонажи более маленькие и более няшные, мимимимимишные. Сериал был весьма популярен, скажем так, лично мне он даже нравится больше, чем Looney Tunes. И как и любая популярная франшиза, она обязательно, особенно в те времена, должна была со собой оставить какие-либо видеоигры. Вот и вышла игра для NES, Teeny Toon Adventure. Обычный платформер, где мы должны спасти свою подружку, и нам при этом будут помогать всякие зверушки. Затем выходит игра для Game Boy, и уже пошли остальные, так сказать, конвейер. И не все из последующих игр можно назвать хорошими. Например, игра для первой PlayStation была, мягко говоря, убога. А сейчас делать игры по мультикам это не очень-то прибыльно. Проще сделать игру для iPhone. И вот мы плавно подошли к гвоздю программы, а именно, игра Teeny Toon Adventures для Sega Mega Drive. Давайте просто начнем. Я прекрасно понимаю, что это не первая часть, и до этого была игра на NES. Но дело в том, что, во-первых, вам будет приятнее смотреть на более красивую графику. А во-вторых, просто так совпало, что я играл именно во вторую часть. Так что не обессудьте. Ну так вот, игра была разработана в 1993 году компанией Konami. Это третья компьютерная игра по мотивам мультсериала Teeny Toon. Ну а первые две были на NES. Игрок управляет синим кроликом по имени Бастер Банни, который отправляется спасать свою подругу Бэпс Банни, похищенную злым пареньком Монтаной Максом. А также найти сокровище, которое похитил злой доктор Джим. В отличие от NES версии, здесь помощи от друзей не ждите. И вы играете исключительно за кролика. Примечательно, что после каждого пройденного уровня игра становится сложнее и сложнее. Хотя это весьма стандартная схема. А этих уровней примерно 28. А именно это леса, снега, гора, острова и другие. Ну а после прохождения всего этого безумия, нас ожидает босс, которого нам необходимо одолеть. И после победы над ним, зверюшка, который он у себя держал, расколдовывается. И мы можем ее нанять за 50 морковок. Эти же самые морковки мы можем собрать на продвижении всех уровней. Ох уж этот мир стереотипов. Ну, знаете, кролик, морковка и все дела. Но в конце нас засасывает черная дыра! Управление. Ну тут, в принципе, все просто. Нажми A, чтобы вызвать одного из трех помощников, если такие имеются. Нажми B, чтобы скользить после бега. И нажми C, чтобы прыгнуть. Как я уже говорил, версия для Sega более красивая, чем NES-версия. Да, я знаю, что еще была версия для Super Nintendo, и что она выглядит еще красивее. Как-никак Super Nintendo мощнее, все дела. Да и все-таки Tiny Toon Adventure для Sega, это одна из самых первых игр для европейского мега-драйва. Поэтому весь потенциал консоли еще не раскрыт. Но в плане геймплея, эта игра однозначно лучше, чем версия для SNES. Как по мне, она какая-то скучная, вялая, да и вообще фу. Игровой процесс. Знаете, на самом деле, это самый что именно есть обычный платформер. Но его механика явно позаимствована. А именно, я бы сказал, что эта игра наполовину взяла механику из Mario. То есть, все эти точные прыжки по платформам и тому подобное. И также механику из Sonic the Hedgehog. Например, если мы какое-то время двигаемся в определенном направлении, то он начинает вертеться прямо как Соник. Хм, прямо беспалевный плагиат. Вот и последняя битва. Мы побеждаем типичного агрошкольника и смотрим на прикольную заставочку, как все счастливы. Конец. Кстати, ребята, знаете, какое я заметил? Божественное совпадение. Пока я работал над этим выпуском, я случайно зашел в App Store, зашел в топ бесплатных. И знаете, что я там увидел? Вот это! Что-что-что-что-что-что-что-то такое? Что-что-что-что-то бегаешь, а? Фу кака! Ну что, в принципе, на этом все. Ну а если вы хотите узнать побольше информации про франшизу, и этого ролика вам оказалось недостаточно, то милости просим на канале BrainAunt, то бишь на канале, где вы это, скорее всего, и смотрите, есть видеоролик, где подробно рассказывается про всю франшизу. То есть не про конкретно какую-то игру, а про серию игр, про персонажей и тому подобное. Так что вот ссылочка, можете посмотреть. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на BrainAunt, ну а также, если хотите, можете заглянуть на мой канал, ссылочка будет в описании. Ну что ж, всем удачи и всем пока!